Друзья, приветствую всех! Меня зовут Константин Паньков. Сегодня мы смотрим воршоп по обработке серии фотографий. Я покажу вам полностью процесс обработки в том виде, в каком я его выбрал для себя и использую. Сразу скажу, что данный процесс не является каким-то жестким правилом, следовать которому нужно четко и безукоснительно. Нет, конечно. Это только пример того, как следует выстраивать свою работу для достижения следующих целей. Соблюдение. Первое. Соблюдение срока в передаче готовой фотографии заказчику. Четко выстроенный план действует дисциплинирует и реально помогает выполнить работу в срок. Второе. Автоматизация работы. Нужно разумно подходить своему личному времени. Если есть что-то, что можно автоматизировать, это надо автоматизировать. Третье. Это обработка фотографий в едином стиле. Бывает очень сложно повторить какую-то обработку фотографии, которая получилась в порыве творчества. Порой увлечешься каким-то экспериментом и потом уже не помнишь, что тут такого на дело. Я лично стараюсь отработать соблюдение принципа неразрушающей обработки в процессе своей работы с одной фотографией, но после окончания работы, редко сохраняя весь стек слоев в фотошопе, а кроме того применение различных фильтров и плагинов обычно вообще не оставляет никаких следов в истории. Потом бывает вообще очень сложно воспроизвести всю последовательность произведенных действий. Так, я не останусь затрагивать сам процесс съемки, тут все достаточно штатно. Съемка проходила в студии Ля Специя, город Пермь, в марте 2014 года. Обычный импульсный свет, несколько световых схем. Используем где-то софтбоксы, где-то портретные тарелки. Обязательно фотографируем с выставленным балансом белым по серой карте цветовую мишень X-Rite, Color Checked Passport. Позже покажу, что с этим делать и для чего это надо. Сейчас вы видите подготовку к съемке. выполнил свою работу парикмахер. У нас есть такая вот экстравагантная укладка волос модели. Теперь визажист проводит в порядок лицо модели. Мы фотографируем образ невесты. Невесты необычные, по крайней мере в таком виде невесты в ЗАГСах не появляются, хотя почему бы нет. Как мне в комментарии потом писали, образ прекрасной ведьмочки. Ну да, к тому же еще и платье тут свадебное, такое словно из средневековья вытащили. Ну да ладно, поехали обрабатывать. Проимпортировали фотографии в Lightroom. Пробегаемся по всем фотографиям и каждой фотографией выставляем ключевое слово Keywords. Зачем это надо? Это надо для последующих созданий Smart Collections, умных коллекций. Не знаю, как в русской версии Lightroom. Я пользуюсь английскими версиями Lightroom и Photoshop. У меня вот отторжение русских вариантов. Тут аллергия у меня на это. После того, как присвоили ключевые слова, пробегаемся по всем фотографиям и присваиваем рейтинги. Вот эти вот звездочки нужны для того, чтобы отсечь явный брак или вот фотографии там с бэкстейджа. Ну то есть то, что мы не будем обрабатывать, мы ставим там единичку. Все, что мы принимаем во внимание и готовы взять в работу. Это для нас тройки, четверки, пятерки. Пятерки соответственно те фотографии, которые точно мы будем очень хорошо старательно обрабатывать. Тройки, четверки под вопросом. Примерно я вот так делаю. Некоторые фотографии не очень схожи и похожи. Вот через сравнение можно посмотреть, что берем в обработку, что оставляем. Понятно, что сессии у нас большое количество фотографий, обрабатываем и не все. Выбираем какую-то выборку маленькую. Из них выбираем те фотографии, которые действительно стоят того, чтобы над ними посидеть, поработать. В среднем можно сказать, что над серией фотографий работа уходит, наверное, около часов 6. На выходе получаем фотографии 20 примерно. Из них, ну скажем так, фотографии 5. Добротные такие, качественные фотографии, которые можно где-то показывать. Так, после того, как проставили рейтинги, мы создаем Smart Collection. Smart Collection – это своеобразный запрос к базе данных. То есть то, что в Lightroom называется каталогом, в сущности это обычная база данных. То есть это какие-то таблицы с какими-то колонками, где какие-то реквизиты хранятся. И используя эти реквизиты, мы можем составлять запросы в базе данных и в виде вот таких вот смарт-коллекций сохранять. Например, мы можем создать там коллекцию, сказать, что мы хотим вот этим запросом, ну вот этой коллекции отбирать все файлы с рейтингом 5 и содержащих какие-то ключевые слова. Это очень удобный механизм, удобный инструмент. Закрыли Lightroom, пошли, отдохнули, покурили, поели, пришли обратно, открыли, жамкнули Smart Collection наш и вуаля, на экране мы видим тот набор фотографий, с которыми мы хотим работать, продолжать работу. После того, как мы создадим необходимый нам набор коллекций, мы создаем конвертируем, вернее, наши файлы из формата DNG в формат WSD. Так, сейчас что мы делаем? У меня есть фотография, которую я снял в студии с X-Rite ColorChecker паспортом. Это такая цветовая мишень. Эту фотографию мы загоняем в специальный плагин, который тоже разработан компанией X-Rite. Этот плагин на основании этой фотографии делает профиль вашей камеры и вашего объектива. То есть в тех условиях съемки с тем источником света, при котором вы будете снимать, вы можете составить себе профиль. Этот профиль вы сможете применить на все ваши фотографии и это гарантирует вам, что цвета вашей фотографии будут наиболее точно переданы. То есть те профили, которые представляет компания Adobe, это некое видение специалистов Adobe на цвет. То есть после того, как проимпортировали профиль, мы заходим во вкладку Camera Calibration и выставляем свой профиль. То есть я вот его назвал для специй 5D. И вот если посмотрите, то есть видно, как существенно изменяются цвета. То есть вот с профилем Adobe Standard, вот с профилем, который мы только что сами создали. Может быть, на первый взгляд разница не так ощутима, но она есть, поверьте. Так, после того, как мы применили профиль ко всем нашим файлам, это я сейчас показал, что нужно обязательно включить опцию автосинхронизации. То есть выделив все файлы, обязательно нужно применять профиль с включенной опцией автосинхронизации. Так, что мы дальше делаем? Мы занимаемся коррекцией в плане убирания хроматических операций и геометрических искажений объектива. Так, теперь переходим к тому, что пробегаемся по всем фотографиям, которые мы будем преобразовывать в формат фотошопа и пробегаемся по ним, корректируя экспозицию. То есть там, где это необходимо, сдвигаем ползунок позже, влево, вправо, в зависимости от каких-то своих видений. То есть, если фотография вдруг кажется темной, повышаем экспозицию, если светлая, то, наоборот, понижаем, соответственно. После того, как пробежимся по всем фотографиям и поправим экспозицию, можно будет снова пробежаться по этим же фотографиям и настроить ползунки точки черного, точки белого. Ну, то есть, black and white, black and white, соответственно. А также теней и светов, highlights and shadows. Почему? Я это делаю не сразу, а именно вот сперва так экспозиция, потом снова пошли точка белого-черного. Это нужно для того, чтобы ваш глаз не замылился. То, что наши глаза имеют такую проблему, они привыкают. Этатация глаза — это такая вредная штука, на самом деле, для обработчика фотографий. После того, как мы экспозицию подправили, мы снова перемещаемся на первый файл и видим, что, возможно, что-то в этом файле все-таки нас вот смущает. То есть, если мы сразу займемся правкой черной и белой точки, перейдя к последнему файлу, у нас вот эта серия, она будет нарушена в плане единые общие обработки. Проверено уже не на первой, как говорится, серии фотографий. Вот очень хорошая фотография, мне вот эта нравится. Тут такой легкий пересвет есть, но без пробоя. Тут тоже у нас такой пересветик. мы его подберем. Потом еще хайлайты приберем. Съемка в RAW — это такая вот штука, которая просто из разряда must-have для любого фотографа, если кто-то из слушающих вот этот, вот это видео снимает все еще в JPEG. Ребята, переходите в RAW. Так, вот мы снова перешли к первому файлу и что-то вот тут мне не очень нравится. Вот так. Надо покрутить, наверное, посмотреть, что тут можно сделать лучше. Все, начинаем работать. Зажимая клавишу Alt, двигаем ползунки черной и белой точки. То есть мы двигаем до тех пор, пока вот такие вот просветики не появляются. Сдвигая черно-белую точку, мы добиваемся полной контрастной картинки. Это также помогает усилить визуальный объем изображения. Также можно подергать украшалки. Я имею ввиду ползунки Clarity, Vibrance и Saturation. В принципе, это такая вещь, которую можно, наверное, сделать в фотошопе. Но если, как говорится, лень, то лучше это сделать сразу. Вот смотрим, какие у нас изменения произошли. Украшалки можно забить в пресет и этот пресет потом прогнать на всю серию фотографий. Так, теперь мы делаем что? Нам надо все наши DNG преобразовать в PSD. То есть это вот как раз разряд автоматизации, которую нам нужно сделать. То есть область, которую нет смысла делать пятьдесятый один раз. То есть мы в тот же каталог выгружаем все наши файлы в формате PSD. Выгружаем вместе с метаданными. Возможно они нам понадобятся. Я в данном случае выгружал в формате Профото, в пространстве, в цветовом пространстве Профото. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Достаточно выгружать в sRGB. Обязательно нужно выгружать с разрядностью 16 бит. Это важно для последующей работы в фотошопе. Итак, мы выбрали вот первую фотографию, с которой будем работать. Открываем ее в фотошопе. Я вот обычно делаю себе отображение профиля или разрядности. Вот здесь вот слева внизу, наверное, заметили. У меня заготовлен экшен с частотным разложением через размытие по Гауссу. Вот 61 радиус тут я выбрал. Посмотрел примерно, что у нас тут размываются все наши нужные косячки. Экшен заканчивается работой. И вот мы на экране видим вот такую замечательную картинку. Не пугайтесь, что девушка такая страшная. На самом деле зачастую все гораздо, 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 гораздо все печальнее. Здесь на удивление вообще у нас все отлично. И начинаем ретушировать на слое с верхней частотой. То есть убираем проблемы фактуры кожи. При этом наша задача оставить фактуру кожи, мягко говоря, нетронутой. То есть чтобы она выглядела естественно. На нижней частоте у нас остаются объемы, то есть светотень. Ну и вообще вкратце, наверное, хотелось бы сказать вообще пару слов о ретуши. Какая бы идеальная кожа ни была, как вот в данном случае портреты в стиле бьюти, в любом случае требуют проработки. Качественный и профессиональный визаж несомненно делает очень многое. Он лишь избавляет на самом деле от необходимости делать трудоемкую, кропотливую работу. Вообще на визажисте экономить не нужно. Это вот железный такой совет, которым нужно просто следовать, которому нужно следовать. Особенно когда речь о большом количестве портретов, которые нужно обработать максимально качественно. Просто без визажиста не обойтись. Ретуш можно производить инструментом Healing Brush с жесткими краями. А для грубой ретуши вообще можно их под Healing Brush использовать. Я лично использую частотное разложение, поскольку эта техника нисколько не сложнее вот этих двух вышеназванных инструментов. Эта техника позволяет разделить низкие частоты, где лежит светотеневой рисунок, и высокие частоты, где лежит фактура кожи. Можно раздельно править фактуру, удаляя все недостатки, прыщики, шрамики, крупные поры и прочие неприятные дефекты. Частотное разложение позволяет максимально деликатно обработать кожу для меня. Лично очень важно сохранить естественность фактуры. Вообще излишнее вмешательство в фотографию оно чревато. Когда кожа начинает казаться искусственной, особенно на лице молодой девушки, это плохо. Многие люди с нормально развитым художественным вкусом находят такие изображения, мягко говоря, сомнительными. Нет нормального восприятия картинки. Для рекламных целей ретушь, конечно, может быть какой угодно. Тут как захочет заказчик. В обычной портретной же фотографии, пусть и в стиле даже бьюти, мое личное мнение, человек должен оставаться человеком, а не пластмассовой куклой с прорезиненным таким лицом. Стиль бьюти, с одной стороны, призван максимально красиво представить кожу модели, а с другой стороны, нужно понимать границу между реальностью и подделкой. Картинку нужно улучшать, да, но фотография должна оставаться в фотографии. Вообще, есть такое часто упоминаю в различных фотосообществах критерии хорошей обработки фотографии. Качественная обработка, она не должна выдавать себя. Вообще обработка не должна быть видна. Если на фотографии не видно обработки, значит она обработана хорошо. Если вообще обработана. По поводу частотного разложения. Я сейчас не буду обсуждать эту технику в деталях. Все подробности предлагаю черпать в бесплатном большом 6-часовом мастер-классе Андрея Журавлева онлайн школы профайл. Поищите. Он на ютубе выложен. Его просто надо пересмотреть. Ищите на ютубе. Набирайте Андрея Журавлева в частотное разложение и просвещайтесь. Даже если вы знакомы с техникой частотного разложения, все равно настоятельно рекомендую посмотреть этот мастер-класс. Поскольку Андрей гениален просто. Объясняет очень хорошо и подробно фундаментальную природу этой технологии и различные варианты ее применения. Постепенно мы от лица перешли на грудь и на руки. После того как отретушировали лицо, не забываем про остальную часть тела. Очень нелепое. Порой выглядит очень хорошо проработанное лицо. На многих глобурных шурналах можно такое наблюдать. Странное такое лицо. И совершенно безобразная какая-то рука. Совершенно никак не обработанная. Если мы видим какие-то косяки помимо кожи, в данном случае волосинки какие-то, мы их тоже соответственно удаляем. Все это делает частотка. Вот здесь на лбу все волосинки тоже их нужно убрать. Давайте я пока замолчу и послушаем музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот здесь мы переходим к глазам. На глазках нам нужно проработать белки, удалить с них все вот эти вот капиллярчики красные. Здесь я практически полностью удалял капилляры. Наверное имеет смысл полностью не удалять капилляры, а может быть даже прибегнуть к такой вот стратегии, принести глаза на отдельный слой, убрать с них капилляры, а потом вот этот слой через какой-нибудь режим наложения или непрозрачность. Можно по маске эти капиллярчики чуть-чуть проявить, чтобы у глаз осталась вот такая вот живая естественность. Все-таки кристально вот такой чистый глаз не обладает вот какой-то такой жизненный, каким-то жизненными признаками, если да. Соответственно второй глаз точно так же прорабатываем. Соответственно второй глаз точно так же прорабатываем. Смотрите, что я всю работу пока провожу только на верхнем высокочастотном слое. То есть мы работаем со всей как бы мелочью, которая нам мешает жить. Мы ее удаляем, приглушаем. Работаем, кстати, я вот забыл упомянуть, обычным штампиком со 100% непрозрачностью. То есть никакой прозрачности у нас у штампика не должно быть. И работаем с очень жесткими краями. То есть 100% жесткость должна быть у штампика. Не пугайтесь, 100% жесткость она не даст никаких границ. То есть вот видите, да, вот как бы. Очень, очень хороший результат получается. Есть ретушеры, которые работают, кстати, healing brush'ем. Но на самом деле нет никакого в этом смысла. И, собственно говоря, Андрей Журавлев в своем мастер-классе очень хорошо, наглядно вот это иллюстрирует. Посмотрите. То есть нет никакого смысла использовать healing brush там в частотке. Абсолютно нет никакого. Так, вот посмотрели, что у нас изменилось после нашей работы. Смотрим, видим на бровях что-то вот какие-то тут. Белые какие-то точки у нас остались. Мы их сейчас тихонечко снова заретушируем. Затем перейдем в нормальный вид картинки и будем ретушировать на нижнем слое, на нижней частоте. Будем... Так вот, в нашей папочке задаем linear light, режим наложения. И выправляем цвет. То есть любые покраснения, какие-то вот непонятные косяки и вообще как бы светотеневой рисунок, мы его правим на нижней частоте. В данном случае займемся вот немножко по лбу пройдем. Тут какие-то вот у нас тут остались после... После наших каких-то непонятных прыщиков. Вот это вот мы подтираем, чтобы у нас никаких следов совсем не осталось. Причем трогаем только то, что нам вот прямо в глаза бросается. Не надо до фанатизма прямо доходить. И заодно занимаемся на нижней частоте подглазинами. Убираем вот эти вот неприятные потемнения. У людей в возрасте нужно быть аккуратным вот в этом плане, потому что понятно, что у молодой девушки это все можно выглядеть и будет все отлично. У людей чуть-чуть, скажем так, постарше, там от 30 начинает лет, это очень такая деликатная зона. Выравнивать там полностью в состояние попки младенца вообще не стоит это делать. Это выглядит неестественно. Тут нам ничего не мешает, то есть мы смело эти подглазины размазываем. Размазываем, все отлично. Медлазинство нижней, оменивать там много, до конца. Так, вот начинаем работать со светотенью. Нужно вот это делать, немножко аккуратненько, вот, кстати. Рядом с волосами есть такой вот косячок, который я почему-то пропустил. Придется вернуться нам на высокую частоту и подправить это дело. Так, вот давайте вот здесь мы закончим. Со светотенью будьте осторожны. Это такая грань. Если увлечешься, можно существенно изменить форму лица и вообще для человека довести до состояния неузнаваемого. Так, давайте тут придется нам все-таки переключиться на высокую частоту и закончить вот эти вот мелочи, которые у нас тут почему-то оставленными остались. включим снова режим повышения контраста. Играет музыка. Играет музыка. Так, ну вот, все косяки убрали. Переключаемся снова в нормальный вид. Режим Linear Light и переходим к работе со светотенью. Для этого нам нужно создать отдельный слой, залить его средне-серым и перевести его в режим Soft Light. Вот наш режимчик. Заливаем средне-серым. Работаем обычной кисточкой. Белый цвет осветляет, черный цвет затеняет соответственно. То есть это та самая техника Dodgen Burn. Проходим по тем участкам, где нам нужно сделать участки более светлыми, приближенные к бликам. Но делать это надо без фанатизма, как я уже сказал. Аккуратно, чтобы нам не испортить форму лица. Ну и собственно говоря, рук, ног и так далее. Вот обратите внимание, я не трогаю нос. То есть можно было, допустим, подправить немножко нос. Я только лишь усиливаю объем. Поскольку я считаю, что какие-то анатомические особенности человека трогать все-таки не надо. Так, тут мы задели фон. Аккуратно нужно все это делать. Можно, конечно, прорисовать маску, но вот мне лень тратить на это времени. Так, вот увеличиваем объем руки. Она у нас более такая объемная становится. Надо бы еще вот в конце будет пройтись пластикой. Так, кстати, вот по поводу пластики. По возможности пластику нужно вообще избегать и применять ее только в том случае, когда действительно она необходима для фиксации какой-то вот проблемы. То есть то, что мы можем светотенью сделать, лучше это сделать светотенью и не трогать пластику. Я вас уверяю, светотенью можно сделать вообще очень много. Из толстячка сделать качка и прочие вот подобные чудеса. Так, вот тут можно поиграться с непрозрачностью слоя и посмотреть, на каком уровне непрозрачности наша вот эта вот светотень, которую мы нанесли, будет более логично выглядеть. Да, вот мы тут зачем-то слой занесли в группу частотного разложения. Так, помигаем, посмотрим, что у нас тут изменяется. Ну вот, теперь нам все нравится. Слапываем слои. Слапываем слои и занимаемся разглаживанием кожи. Через отдельный action у меня заготовлен. Так, давайте-ка сделаем одно отступление. Снова перейдем на низкую частоту и пофиксим. Вот какие-то у нас тут петнышки на руке я почему-то тоже без внимания оставил. Я уже упомянул, что стараюсь работать с соблюдением принципа неразрушающей обработки. То есть вот в любой момент я могу вернуться там к какому-то слою и на нем что-то там... Так, вот какое-то петнышко у нас осталось. Мы его сейчас замаливаем. Могу вернуться к любому слою, что-то на нем подправить. То есть работать в режиме одного слоя и на нем все молевать, бесконечно сводить, снова молевать, сводить, снова молевать. Это неправильно. Так, сводим слои. К сожалению, это необходимо для работы нашего дальнейшего экшена Mediana Easy. Я его назвал. Работать через фильтр Mediana. В сущности мы занимаемся тем, что убираем... Убираем... Разглаживаем среднюю частоту, можно вот так вот сказать. Мы выбираем... Радиус... Размытия... Нижней частоты. Затем... Выбираем радиус... Высокой частоты. Ну, вот примерно так. Давайте вот так вот подвинем. Проявить нам надо немного фактуру. Чтобы вот фактура кожи, она немножко проявилась. Все отлично. Теперь у нас есть слой с маской. Мы проходим по тем местам, где нам нужно разгладить. Разгладить на руке. Я вот хочу кожу... Разглаживаю прямо по маске. Так, что-то я не так порисую. Смотрю. Что у нас тут происходит. Что-то не вижу изменений. Так. Что-то так. 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 Все. Сводим все слои. Так. Давайте посмотрим. Переводим нашу фотографию в режим в пространство Lab. Зачем? Мы сейчас будем разгонять цвета и усилим легкость. Плажим цветами. Разгоняем через кривые. Делаем углы в каналах А и В. Кривую B точно так же смещаем. Затем нам нужно переключиться в канал яркости Lightness, выделить только его и только на этом канале применять фильтр Unsharp Mask, это нам позволит не трогать цвет, то есть мы усилим резкость только во хроматической составляющей картинки. Подбираем Radius, я делаю это все на глаз, значение маунт, Threshold я вообще не трогаю. Так, по лбу нужно сделать что? Так, вот здесь у нас какой-то косячок закрался, сейчас мы его пофиксим. Вот часто бывает так, что забываешь какие-то моменты доделать, но давайте здесь уж грубо хеленбрашим, пройдемся. Так, применяем наш фильтр Unsharp Mask к каналу Lightness. Так, ну можно с кривыми поиграться с непрозрачностью, посмотрим во-первых результат и поиграемся с непрозрачностью, попробуем найти то значение, которое нас устроит. так, сделаем копию и влюминосить, еще загоним это дело. Так, непрозрачность. Все, сводим наши слои и перемещаемся обратно в пространство Profoto. Я уже говорил про фото, совершенно не обязательно можно с RGB использовать, этого вполне достаточно. Вот, собственно говоря, после редактирования всех наших фото. Фотографии. Да, кстати, наверное, еще имеет смысл сделать, пройтись liquify и кое-что тут поправить. Давайте вот посмотрим, что было, что стало. Справа вот у нас то, что было, слева то, что стало. Давайте по местам, да, поменяем, чтобы было привычнее сравнивать. С платьем немножко надо пластикой прийтись, она у нас почему-то сползло вниз. Открываем снова Photoshop и запускаем фильтр liquify. Для удобства надо увеличить. Подбираем радиус. Вот это место, оно какое-то у нас смущает меня. С liquify нужно быть достаточно аккуратным. Вот. Вверх, вверх, вверх платье надо поднять вот здесь. Ну, вот как-то так. Так, с этим все. Сохраняем. Вот, помигали, что было, что стало. Сохраняем, закрываем Photoshop. Все, с Photoshop мы закончили. Работаем только в Lightroom теперь. Переключаемся в режим девелопера и занимаемся кадрированием. пробегаем по всем фотографиям, которые мы отобрали и выполняем кадрирование уже итоговое. Почему кадрирование не сразу делаю? Потому что это дает потом возможность в Photoshop какие-то пограничные вот эти области и их, собственно говоря, использовать. То есть, я знаю, что многие кадрирование сразу делают после того, как в Lightroom проимпортировались фотографии. Я вот лично не вижу в этом такой вот прямо первичной необходимости. Все. После того, как подкадрировали все фотографии, что нужно сделать? Собственно говоря, проэкспортировать. Я экспортирую в три формата в свои фотографии. То есть, передаю заказчику три каталога JPEG со стопроцентным форматом. Не с сжатием, что ли, да? Без стопроцентное формат srgp. Никаких там ресайзов. Можно сделать шарп. Метаданные я стараюсь не выгружать. Все. Пачкой экспортера получаем фотографии, которые можно, например, для печати передавать. Те же фотографии выгружаю в формате JPEG, но уже подготовлены для веба. То есть, тоже пространство srgp. По длинной стороне делаю размер фотографии в 1280 пикселей. И размер файла, чтобы был 1000 килобайт. То есть, вот такая маленькая превьюшка, на самом деле, которая удобна для загрузки в интернет. вот тут мы все еще с кадрированием возимся. Это мы пробегаемся по тем фотографиям, которые мы не стали обрабатывать. Третья вот эта папка, о которой я говорил, туда я выгружаю все фотографии, которые я наснимал на фотосессии. Выгружаю тоже в маленьком превьюшном таком формате. Это такой бонус для клиента в плане того, что вдруг, если он что-то увидит такое, от чего он прямо скажет, то почему же мне эту фотографию не обработали. Ну, какие-то потом будем вести переговоры о дополнительной работе. То есть, я обрабатываю только те фотографии, которые, на мой взгляд, интересны, актуальны и не содержат каких-то грехов в плане композиции, экспозиции и так далее. Ну и в заключение хочется сказать пару слов. Я почти год хранил в архиве эти материалы, никак не мог найти время скомпилировать видео и целиком выложить в интернет. Спустя год немного иначе смотришь на ту работу, которую делал раньше. где-то хочется подправить, что-то переделать. Но, в целом, актуальность процесса осталась прежней. Огромное спасибо всем участникам фотосессии. Ребята, с вами приятно работать. Отдельный респект фотостудии Лео Специя. Готов ответить на любые вопросы относительно фотографии. По желанию, предложения пишите на сайте Копанков.ру. Ищите меня в ВКонтакте, либо пишите на электронную почту. Есть я и в Фейсбуке, но у меня хроническая аллергия на эту соцсеть я ей практически не пользуюсь. на этом, наверное, у меня все. Я выгружаю все последние фотографии. Все, на этом можно считать, что работа выполнена. Все, ну и напоследок предлагаю вам посмотреть некоторые работы, которые получились с этой фотосессии. Всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.